Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, и я хочу поговорить сегодня про новые наушники компании Huawei. Мы поговорили уже про Mate X3, P60 Pro, 10 причин за, 10 причин против. И у меня вот такие необычные наушники, которые в некоторых обзорах называют, о боже, секс-игрушками. Напоминают они секс-игрушки. Мне они напоминают логотип Ростелекома, который в свою очередь, конечно же, напоминает секс-игрушки. Назовем это так. В этот момент я хочу от всей души передать коллективу колл-центра Ростелекома огромный привет. Потому что в течение двух лет, раз в неделю, они набирают меня и говорят, что федеральный оператор связи готов провести в мой дом связь по выгодным тарифам. Все просьбы не звонить, мне заканчивается ничем. Но, вы знаете, эти люди бросают трубку после того, как я говорю просто, да, давайте, конечно, я согласен, давайте проведем. Это самый простой путь. Потому что они не запоминают, что не надо, они все равно звонят. И я говорю, да, пожалуйста, записывайте. Лос-Анджелес, Берли-Хиллз, Нос-Алмон-Драйв, 235. Я готов. Сегодня можно, завтра, когда придет мастер. Они не общаются со мной, они просто бросают трубку. Я не знаю, почему. То есть, вот эти приличные мальчики и девочки, которые, да, уделите нам хотя бы минутку и прочее, они просто даже не прощаются. Изредка они говорят, что нет технической возможности пока установить. У меня возникает ощущение, что техническая возможность возникнет только в одном случае, если мы захватим, не дай бог, Америку. Тогда не только меня будут задирать этими звонками, но будут задирать и всех американцев. Представляете, такой Ростелеком. Вау! Ну, это такое лирическое отступление в сторону. Не знаю даже, что мне вот так вспомнилось. А, ну, слушайте, пять минут назад мне пытались снова провести интернет. Итак, Huawei FreeBuds 5. Есть FreeBuds 5i. Не путайте их. Я вообще считаю, что это глупо. С точки зрения современного мира, это глупая затея создавать модели, созвучные по названиям. 5 5i. Тем более, когда 5i выходит значительно раньше, уже продается, а пятерка, чистая пятерка, выходит позднее. Итак, знаете, я, может быть, всю жизнь к этому шел, в конце концов, распаковать нечто похожее на секс-игрушку. Ух, волнуясь немножко. А, ну так у меня аж все распакованно. Вот тут. Вот. Я хочу сказать следующее. Вот сейчас мы откроем вот эту отдельную штуку, потому что она нам нужна. Тут находится инструкция и кабель USB Type-A Type-C. Но это нам не нужно по факту. Все. Вот эти наушники. Наушники, выглядит вот так вот. Я не знаю, есть ли у вас такой же опыт, как у меня, но наушники выглядит прикольно. До того, как вставлять их в свои уши. Девственно, чистые. Я их специально почистил. Перед всем этим, чем не расскажу, в видео запишу. Как-нибудь супер-пупер устройство с камерой, с ультразвуком. Ну, в общем, там много всего. Короче, эти наушники надо смотреть вблизи. Давайте посмотрим. Ну, вот такой хороший цвет. Серебристый. Он уже в наушниках от Huawei встречался неоднократно. Овальная, яйцеобразная форма кейса вообще не вызывает вопросов. Тут на кейсе есть клавиша. Вот она спрятана на правой боковой стороне. Если вы захотите спарить эти наушники, допустим, не с Huawei. Клавиша индикация, что наушники сейчас заряжены. И смотрите, такая вот форма. Форма очень необычная, космическая, я бы сказал. Тут контакты. Беспроводная зарядка поддерживается. Беспроводная зарядка кейса занимает порядка четырех часов. Если по проводу заряжать USB Type-C, за сорок минут вы управитесь, кейс будет полностью заряжен. В среднем от одной зарядки наушники имеют шумоподавление. Они работают с шумоподавлением где-то четыре часа. Выглядят они вот следующим образом. Я сейчас цену не буду называть, потому что до цены нам надо открыть самое-самое ценное, что есть. Здесь это вы не поверите, но вот такие вот накладочки. Эта накладочка нужна, вы тоже не поверите, для чего? Для того, чтобы наушнички в ваших ушах не проскальзывали. Сейчас как-то я... О! Знаете, по ассоциации с секс-игрушками, видимо, мне надо что-то сказать про то, что я разучился надевать резинки. Ну, возможно. Возможно, это правда. Возможно, я пенсионер. Это мне не нужно. Это все старость. Слушайте, ну... У молодых явно это получается как-то проворней. Я видел, как несколько человек так быстро ать-ать-ать. Сделали. Ну, мелкая моторика у меня, видимо, разве это плохо? После этого видео можете смело говорить, что у старика Муртазина проблема с вот этим всем. Ну, что я могу сказать? Резинки это явно не мое. Но, во всяком случае, смысл вы поняли. Я как-то... Я не то чтобы над кем-то издеваюсь, правда. Давайте попробуем другую резиночку. Может быть, вот это девственно... Так... Я примерно попал. О, Господи! Ну... Ну, знаете, как говорится, уж это мои. Минут 15 у меня получится. Это называется интуитивно понятный дизайн, в котором превалируют функции... Первый раз, мне кажется, это было лучше значительно. Превалируют функции, так сказать... Я уверен, что появится ценное количество людей, которые обладают хорошей мелкой моторикой, скажут, что Муртазин, да ты просто дебил, ты делал это с... Вот, вы оцените, как хорошо. Ты делал это специально, потому что... Ать-ать! И все натянуто. Ну, давайте посмотрим. Ну, вот почти, да. Я боюсь... Вот, почти. Я боюсь порвать просто эту резиночку еще, к тому же. Со вторым я это делать не буду. Я пощажу вас, пощажу себя. Ну, вот, что-то такое примерно у нас изображается, во всяком случае. Судя по этой дырке, оно так как-то должно быть. Главное, не закрывать тут отверстие. Ну, вот, неудобно. Ну, потренируйтесь дома, если купите такие наушники. Наушники, в общем-то, все для вас, для развития мелкой моторики. У меня она выглядит не очень хорошо. И, на мой взгляд, эти наушники, они крайне странны именно простой штукой. Они должны быть эргономичными. Я вспоминаю сразу Galaxy Buds Live в виде фасолинки, которые ложились на внешнее ухо и, как бы, повторяли вот улитку уха снаружи. Эти наушники выглядят в этом аспекте крайне странно. Вот этот глянец, он в ушах не держится. Если вы ходите, крутите головой, уши намокли, то наушники просто тупо начинают вылетать из ушей. И в этом плане, в общем-то, мы приходим к тому, что у нас есть резиночка, которая решает эту проблему, что наушники не вылетают из ушей. Они на этой резиночке, и в комплекте есть дополнительные резиночки, они начинают держаться. Но, как только мы используем резиночку, резиночка может быть установлена неправильно, прикрывать микрофончики, прикрывать динамики, буфер и так далее. И, в общем-то, возникает вопрос, зачем это все вот так надо, почему изначально не сделать другой материал? Пусть будет не так красиво, но держится в ушах. Для меня это признак не очень хорошо спроектированного устройства. В ушах оно не держится. Я честно, искренне прочитал множество обзоров русскоязычных, англоязычных. Я аплодирую компанию Huawei, потому что большинство на это, знаете, так мимоходом. Одно-два предложения. Ну, вот есть резиночка, если у вас не держится, вылетает, то с ее помощью, ну, в общем-то, можно. Я считаю, что AirPods плохие наушники, потому что AirPods часто вылетают из ушей. Они не держатся у многих людей. Но эти наушники хуже по посадке, чем AirPods. Реально хуже. Но зато необычные формы. Мне кажется, кто-то внутри решил просто, знаете, как пари. Я создам наушники, которые будут самые-самые-самые необычные формы, что-то напоминать. И все будут воспринимать, что это как бы окей. И с такими наушниками можно жить. Давайте посмотрим, как эти наушники синхронизируются с телефоном. И для этого, в общем-то, у нас есть возможность. Они работают с любым телефоном. У них есть шумоподавление. Например, мое устройство поблизости. Здесь iLive приложение от компании Huawei. Его можно поставить и на других аппаратах. Вы видите заряд кейса 48%, заряд наушников. Уникальные жесты. Шумоподавление я могу включить. Ну и дальше я могу качество звука выбирать. Усиление нижних частот, верхних, голоса и так далее. И выбирать приоритет того, что у меня будет. Качество и стабильность соединения или все-таки HD кодек. HD аудио кодек. Какой я могу выбрать HD аудио кодек? LDAC, L2HS. И вы не поверите, но здесь есть AAC кодек. Каким образом они меняются, для меня остается тайна. Потому что выбрать, вот принципиально здесь я могу выбрать другой аудио кодек. Но, допустим, я сейчас, наверное, вот так я использую наушники. Поддерживается одновременное подключение к двум аппаратам. Значит, приоритет качества звука, HD вызовы, бла-бла-бла. Настройки HD кодек у меня остаются ровно таким же. Давайте попробуем не через супер устройство пойти, а пойти через настройки Bluetooth на самом телефоне. Тут все практически то же самое. Другие настройки. HD аудио кодек опять у меня появляется вот такой. Мы видим последний софт. Я сегодня обновился. Динамическая задержка. Жесты. Здесь все очень просто и понятно, как наушники настраиваются. То есть, пожаловаться не на что. По сути, у нас есть сенсорное управление, к слову сказать. У нас есть две версии приложений. В каждой вы управляете наушниками так, как вам захочется. Там центр подключения, жесты, поиск, ну и так далее. С точки зрения качества звучания у меня к наушникам нет особых претензий. Но тут все зависит, конечно же, от цены. Я привык пользоваться Buds 2 Pro. Buds Pro, Buds 2 Pro для меня являются некими эталонами. Не кидайтесь с помидорами. Но они действительно звучат очень-очень чисто и очень хорошо. Это признают даже поклонники AirPods, которые звучат вообще никак. У Huawei богатая предыстория создания интересных наушников. Интересных наушников по звучанию. Очень многие копируют форм-факторы AirPods. Затычки, которые болтаются в ушах. Есть силиконовые вкладыши. Ну, в общем, звучат очень-очень неплохо. И, конечно же, я даже не со своими Buds 2 Pro сравнивал. Я сравнивал, я нашел наушники предыдущих поколений. Четвертые, третьи. И сравнивал звучание с ними. Но перед тем, как мы перейдем к звучанию, я хочу сказать, что вот то натягивание резинки на наушники, на эту секс-игрушку, которая у нас происходила, болезненная тема, наверное. Вот так красной нитью проходит через этот обзор. Уберите детей, как говорится. На самом деле, вот я хотел сказать очень простую вещь. Пассивная звукоизоляция с этой резинкой и без нее, она отличается, как небо и земля. Но при этом, вот у меня с резинкой, а вот без резинки. Без резинки он вылетает из уха просто вот. Ну, то есть мне даже не надо прикладывать какие-то усилия. Он прям готов. Уши немножко вспотели. Резинка не спасает отца русской демократии, потому что ухо внутри начинает потеть сильнее, чуть плотнее фиксация. Но на этом все. То есть не происходит какого-то вот прям чуда, когда можно сказать о том, что фиксация намного сильнее и лучше. Но уши при этом потеют, потеют заметно. И качество звучания, напомню, может измениться. Вообще вот эта форма, вот эта форма наушников мне не нравится по одной простой причине. Они прилегают таким образом, что звук идет совершенно по-разному, но нету баса. То есть когда мы говорим про басы, басы здесь, они не ярко выражены. Даже когда выкручиваешь эквалайзер наверх, баса не хватает. Ну не хватает его. И это, конечно, вызывает у меня прям вопросики. Ну как так? Нету баса и куда он делся? Звучание чистое. Не для всех композиций. Для попсы вполне себе подойдет. Но вообще слушать попсу можно на любых наушниках, потому что там главное, что ритм. Вот сейчас опять тухлыми помидорами в меня кинут. Главное ритм и подпевать просто, наверное, вот как-то так. Все остальное здесь прорабатывается инструментально, электронная музыка и так далее. Прорабатывается не очень хорошо. Вы знаете, вот эти, ну не фасолинки, ростелекомские логотипы в ушах, они достаточно... Я вот сейчас... Они вот так не вылетят. Но периодически, когда я куда-то бегу, у меня в... Я не так часто езжу на метро, но у меня в такси пару раз, и в машине я просто наклонялся, и у меня все слетало. Значит, сенсорное управление понятно. Тут нет никакой новизны принципиальной. Время работы вполне устроит большинство людей. То есть здесь тоже нет никаких изъянов. Изъянов в форме наушников, в том, какую музыку вы здесь можете слушать. И вот это тот самый случай, когда, ну вот невозможное возможно, эти наушники нужно попробовать до того, как их покупать. Если у ваших друзей есть такие наушники, попробуйте, пожалуйста, их. В Москве есть ряд магазинов, которые дают попробовать наушники. Слишком необычная форма. Слишком непривычная форма. Я не могу сказать, что они давят. Нет, это тоже неправильно. Они не давят. Более того, вот без резиновой вставки он болтается в ухе. Но они создают определенное давление в ушном канале. Причем давление не физическое, они как бы его закупоривают достаточно сильные. Плюс вот как бы вот тут у меня. Ощущение какое-то странненькое такое. Цена наушников. Цена наушников 12 990 рублей. И вот тут я как бы встаю перед выбором. Buds 2 Pro стоит 10-11 тысяч. Да, они давно продаются на рынке, но это не умаляет их качество, не умаляет того, что они умеют, как работает шумоподавление. Оно, кстати, работает значительно лучше, чем на этих наушниках. И у меня возникает много вопросов. То есть, по сути, вот эти наушники должны были бы стоить тысяч 7 максимум. 6 990. Вот, на мой взгляд, это оптимальная цена. 12 990, но это чересчур. Это перебор. Это очень дорого. На мой взгляд, опять-таки. И когда мы говорим про наушники Huawei Free Buds 5, что я могу сказать? Пробуйся. Это самое главное, что с этими наушниками надо знать. Их надо попробовать, потому что иначе у вас не будет ощущения того, как они сидят в ушах, насколько вам нужна эта резинка и вот эти упражнения с мелкой моторикой или нет. Но, одним словом, надо пробовать. У меня бывают устройства, с которыми не складывается. Вот с этими наушниками у меня по какой-то причине не сложилось. При этом Buds Life фасолинки от Samsung я носил. И они очень похожи, кстати говоря. Я не знаю, это общее место вот для такой эргономичной формы, необычной по уху. Или это конкретно Buds Life и Free Buds 5. У них очень похож звук, у них очень похож шумоподавление и прочие вещи. Но, на мой взгляд, все-таки посмотрите, если вы фанат Huawei, например, перед тем, как катком идти по мне, что я не люблю Huawei, еще что-то. Нет. Просто попробуйте другие наушники, предыдущие, например. 5i, 4-ка, ну и так далее. Они стоят дешевле, они звучат лучше, сидят в ушах лучше, шумоподавление отлично работает. Есть из чего выбрать. Эти наушники на рынке. Одним словом, пробуйте. А если вам нужна вот эта форма необычная, ну, все-таки постарайтесь где-то разыскать, померить, посмотреть под себя, насколько вам подходит. Возможно, это ваша идеальная форма. Возможно. Мне они не подходят, не держатся в ушах, не хватает баса, ну и звучание не раскрывает, в общем-то, все, что есть на рынке. И самое главное, вот эта мелкая моторика, она у меня не работает. И вообще резинки, мне кажется, колхозом с точки зрения того, что силиконовые вкладыши это одно, резинки это другое. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Смотрите другие видео на нашем канале. Благо, их много и постоянно появляются новые. Заваливает буквально. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok